Маргарет Денис Куигли родилась 22 мая 1979 года на Гавайях в городе Гонолулу. В юности Мэгги не планировала быть актрисой, но волею судьбы попала на съемочную площадку и стала ученицей самого Джеки Чана. На счету у звезды немало ярких ролей в боевиках и экшен-фильмах, которых она поражает зрителей превосходной физической формой. Ее отец кольско-ирландского происхождения, но родился и вырос в Америке. В прошлом он воевал во Вьетнаме, где и познакомился с матерью будущей звезды. Будущая актриса с детства была спортивной. В школьные годы она увлекалась плаванием и легкой атлетикой, за что даже удостоилась награды за лучшее тело. Девушка получила спортивную стипендию Ассоциации студенческого спорта для обучения в колледже, но так и не смогла начать учебу из-за тяжелого финансового положения семьи. После окончания школы девушка покинула Гавайи, надеясь, что сможет заработать достаточно денег, чтобы иметь возможность самой покрыть необходимые расходы. Она приняла предложение друга и начала работать моделью в Токио. Позднее Маргарет пригласили в Тайвань, а затем и в Гонконг, где началась кинематографическая страница ее биографии. Человеком, который открыл для Мэгги путь в большое кино, стал знаменитый актер и режиссер Джеки Чан. В то время у Джеки была управленческая компания, и он искал новое поколение актеров-боевиков, чтобы обучить их и задействовать в своих фильмах. Он заметил в девушке потенциал и взялся лично ее тренировать. По воспоминаниям артистки занятия были изматывающими, но помогли ей научиться самостоятельному выполнению боевых трюков. Дебютной работой актрисы стала телевизионная драма «Дом дракона», которая сделала ее звездой в Азии. Поскольку местным жителям было слишком сложно выговорить имя и фамилию исполнительницы, она взяла псевдоним Кью и продолжила блистать на экранах. В 2000 году Мэгги появилась в боевике спецназ нового поколения, сыграв агента Федерального бюро расследований. Актерская игра настолько впечатлила ее наставника Джеки Чана, что он пригласил ученицу в картину «Час пик 2». Роль была небольшой, но помогла артистке получить опыт работы с американским режиссером. Позднее она также побывала на съемочной площадке знаменитой комедии «Вокруг света за 80 дней». Фильмом, который помог исполнительнице заслужить признание за пределами Азии, стал «Миссия невыполнима 3». В нем Кью сыграла единственную женщину в спецотряде. И эта роль надолго стала визитной карточкой звезды, а процесс работы оставил только приятные впечатления. Она до сих пор тепло отзывается о коллегах в интервью. Вскоре на экраны вышла четвертая часть «Крепкого орешка», где артистка появилась в образе отрицательной героини. В том же году фильмография знаменитости пополнилась комедией «Шары ярости». Новая волна популярности пришла к исполнительнице после выхода сериала «Никита», где она воплотила шпионку и убийцу, решившую уничтожить организацию, которая ее обучала. Вскоре поклонники увидели ее в «Дивергенте», являющемся экранизацией романа Вероники Рот. Работая над образом своей героини, артистка консультировалась с писательницей лично, что помогло лучше понять Тори и сделать ее интересной. Распрощавшись с этим проектом, Кью присоединилась к актерскому составу политической драмы «Последний кандидат». Там ей вновь досталась роль сильной и боевой женщины-спецагента Ханна Уэллс. Далее на экраны вышла мистическая картина «Остров фантазий», а затем и остросюжетная лента с Днем Смерти. Эти проекты снимались в теплых краях, что стало настоящим подарком для актрисы, которой неоднократно приходилось работать и тяжелых погодных условиях. Далее артистка сыграла в кодексе киллера, в котором воплотила наемную убийцу Анну, решившую отомстить за смерть своего наставника. Незадолго до начала рабочего процесса девушка перенесла операцию на позвоночнике, но все равно взялась выполнять трюки самостоятельно. Приносим дань уважения артистке за смелость и трудолюбие.